Так, здравствуйте, дорогие зрители, я беседую сейчас, собственно, слушаю даже, наверное, лекцию Николая Герасимова, он кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра русского зарубежья, имени Александра Исаевича Солженицына, того самого, которого на старости лет посещал наш президент, того самого, что отказался принять орден Андрея Первозванного номер один, вот он не захотел, вот такой на буквы «Х» висит голый мужик, вот, ну, ставьте, прикинь, зачем, ну, извините, свои дурацкие шутки, отнюдь не философские, это у нас тут ядерно-физический юмор такой дурацкий. Вторая лекция у нас по русской философии, первая была вводная, это вторая, прошу. Спасибо, Борис Сергеевич, я думаю, что мы, наверное, так же, как в прошлый раз поступим, сделаем, наш разговор поделим на две части, в первой части, видимо, будет больше меня, больше монолога, я включу презентацию, и кое-какие тейсы, по которым я буду идти, и вы тоже сможете увидеть. А потом мы с Борисом Сергеевичем просто поговорим по душам, как это принято в русской философии, потому что... По базарям, да, по базарям, да, потому что, ну, какая русская философия без, значит, справедливого, честного, открытого, прозрачного базара, да. Сегодняшняя лекция будет посвящена истокам русской философии, главным образом самой проблематике. Дело в том, что все темы, наверное, которые были вот в комментариях, там и дальше все это смотрю, все это постепенно будет озвучено. То есть, разумеется, там и про Голоковского поговорим когда-нибудь, и там про Щедровицкого, и про Льва Гумилёва, и про многих других. И на самом деле хочется сразу про все, но я подумал, что неплохо от некоторого вводной какой-то части все равно еще немножко пройтись по проблемной части. Русская философия – это такая вещь, в существовании которой многие сомневаются, а некоторые убеждены, что, в общем-то, ее нету. Вместе с тем, те, кто считает, что она есть, задаются вопросами, а когда, откуда она есть, взялась, пошла, стала куда-то развиваться. Поэтому сегодняшняя лекция будет называться «Истоки русской философии». И я могу с полной уверенностью сказать, что истории «Истоки русской философии» занимают, вообще сама проблема занимает, наверное, едва ли не львиную долю дискуссий среди русских философов прошлых столетий, да и сейчас тоже. Потому что, как в прошлой лекции мы уже как-то говорили, да, русская философия тесно связана с русской культурой, а это по цепочке дальше ведется, связанно с культурой какой? Политической, неважно, государственной или протестной. Это связано с рядом вопросов практического характера, кто мы, что мы, куда мы вообще развиваемся. Поэтому это затрагивает такую тему, как, собственно говоря, философия, мы там политически в русской философии. Я решил, что, ну, давайте-ка возьмем немножко, проблематизируем и попытаемся уйти в какие-то бездны и истоки. Итак, откуда, значит, есть пошла именно вариации, так вот будет действительно верно, можно даже 3а здесь был бы, корректнее было бы сказать. Некоторые полагают, что русская философия, она, если мы начинаем разговор по этой теме, он должен развиваться в связи с развитием русской государственности. Пока русская государственность не сложилась, то русской философии нет. Отсюда следующий вопрос, а когда же русская государственность сама по себе тоже сложилась? Но это уже вопрос к историкам. Кто-то вам скажет про IX век, кто-то про X-XI, а кто-то, может быть, начнет говорить только про Ивана III, разгром новгородского княжества. А кто-то может начать с эпохи империи Петра. А важный другой аспект – это связь с христианизацией Руси, с процессом христианизации вот этого русского, так сказать, пространства. И могу сказать, что второй вариант, он часто является наиболее плодотворным, потому что через концепцию христианизации мы легко выходим на тему государственности и легко выходим к третьему варианту, а именно связь с европеизацией Руси. А если с христианизацией Руси всё ещё более-менее понятно в том отношении, что в школьных учебниках кое-как сказано, когда эта христианизация происходила, или вернее, когда она началась, потому что мы не можем до конца с уверенностью сказать, когда она, собственно говоря, закончилась, да, или по крайней мере, как она происходила. Там некоторые философы считали, что она происходила, но философы 20 века, опять же, первой половины 20 века полагали, что она происходила чуть ли не вообще бескровно, и все были только за, никто не был против. А другие полагали, что это была очень проблемная, больная такая трансформация всей культуры, да, переход от язычества не просто к монотеизму, да, к христианскому монотеизму, да ещё и в византийском изводе. И такая же уломка происходит с европеизацией в Руси. Европеизацию тоже можно понимать очень по-разному, потому что некоторые под европеизацией понимают, собственно говоря, появление государственности их, и тут, правда, возникает вопрос, а, собственно говоря, почему там государственность не может возникнуть где-нибудь на Востоке, но здесь можно быстро использовать аргумент про то, откуда государственность на Руси, собственно говоря, она взялась. Христианизация Руси, ну, здесь, наверное, обычно не возникает каких-то споров, откуда же мы её всё-таки взяли, всё-таки, как правило, речь идёт о том, что христианизация происходила по мере нашего общения с Византийской империей. И поэтому, а вот с европеизацией немножко дело обстоит иначе. Некоторые полагают, что христианизация это и есть европеизация при общении к миру, как это говорят некоторые историки и филологи, исследующие так называемое русское средневековье, да, мы в эту эпоху стали, наконец-то, вот нормальный средневековый в 9 веке, или 10, точнее, да, в 9, 10, 11, и как стали нормальным средневековым, значит, образованием. Почему я говорю, опять же, 9 век, дело в том, что если вы посетите профессиональную конференцию, связанную с тем самым русским средневековьем, то там, конечно, иногда делаются очень смелые заявления про то, что христианизация Руси началась ещё чуть ли не в 9, собственно говоря, веке, ещё до Владимира вообще, да, какие-то были сюжеты не столь популярные, но я сейчас их, опять же, углубляться в них не буду. И во всех разговорах про русскую философию, про её истоки есть, безусловно, две крайности. Одни утверждают, одни специалисты, что в прошлом, что в настоящем утверждают, да, у нас всегда есть была философия, своя самобытная, и здесь, конечно, большой вопрос, что под этим подразумевается. В социальных сетях есть немало, ну, я бы сказал, трэшовых, смешных, иногда серьёзных информационных источников, где говорится там о руническом письме, о какой-то древней ведической, значит, книге, которая существовала в Древней Руси, и там, значит, источник мудрости и всего остального. Некоторые говорят про то, что она у нас всегда есть и была, но в том отношении, что, ну, если философия в Европе именно, да, она появилась после того, как светская культура стала вытеснять богословие и теологию, то, ну, в общем-то, типа, мы здесь оказались в такой же ситуации, как Европа. А другие полагают, что, да нет, у нас никогда не было никакой философии, наверное, вообще никогда не произойдёт такого. То есть, всё, что у нас было, это, как правило, говорят, это подражание философии, это бытование философии на территории российского государства. Те, кто называл себя философами, не были философами в строгом смысле этого слова, это были публицисты, литераторы, мыслители в английском языке, поэтому часто используются, да, thank you, да, как слово, термин, обозначающий мыслителя, а не философа, да, но здесь мы, опять же, если будем долго углубляться, а что же это, в чём отличие философа от мыслителя, то быстро придём к проблеме континентальной и аналитической философии. В прошлом лекции мы про это уже как-то немножко говорили. Что думали русские философы об истоках русской философии? Я здесь привожу несколько цитат историков русской философии, которые в то же время принадлежали к философскому сообществу сто лет назад. И Зиньковский, и Шпет, и Владимир Ильин, я здесь на всякий случай подчеркну, речь идёт не об Иване Ильине, который в кавычках так называемый любимый философ президента Владимира Путина, а у его одна фамильца, который жил вообще-то в то же самое время, и у которого тоже не складывались отношения с философским сообществом, и который находился в достаточно проблематичных отношениях с тем же самым Николаем Бердеевым. То есть, на самом деле, там у них очень-очень много общего. Я уже не говорю о том, что у Владимира Ильина тоже есть правая сторона его интеллектуальной, так сказать, мысли. Но я решил, что зачем тут Иван Ильина, давайте-ка мы лучше, собственно говоря, возьмём Владимир. Что значит общего у Зиньковского, Шпета и Владимира Ильина? Помимо того, что все они жили сто лет назад, принадлежали к одному того же философскому сообществу, которое складывалось в конце 19 века, в начале 20 века активно развивалось, а потом оно было уничтожено. Но в случае со Шпетом, Шпет был уничтожен вообще физически, Зиньковский и Ильин продолжали уже философствование за пределами Советской России уже в Европе в качестве эмигрантов. Причём, что Зиньковский, что Владимир Ильин, это два... Ну, собственно говоря, давайте сюда всё-таки Шпет тоже, пока он у нас ещё тут как бы живой. Это те люди, которые помимо самой философии занимались ещё и проблемой истории русской философии. То есть им было очень интересно, как возможна философская культура и в перспективе, как решить вопрос, а откуда она, в общем-то, взялась. Поэтому никаких тут цитат советских учебников по русской философии я здесь производить не буду, потому что, да, на самом деле, во-первых, они не очень интересны, они появились очень поздно, потому что русская философия как кафедра, как дисциплина, всё это появилось на базе кафедры истории философии народов СССР. Это немножко другая, как бы, в общем-то, такая область. А вот рассуждение про русскую философию, да, это в основном происходило в пореволюционной России до сталинского террора и дальше в эмиграции. Вот про Таирей, да, на минуточку, Василий Васильевич Зиньковский в своём знаменитой книжке «История русской философии», так это называется, в двух томах, говорит о том, что, ну, на самом деле, да, творчество в области философии в России, если мы задумаемся, когда же всё это началось, то, ну, наверное, говорит он, во второй плане XVIII века, ну, не раньше, не раньше. И поэтому всё, что было до этого, ну, это некоторая, может быть, предыстория, да, какие-то попытки мудрствования, ну, не более того. То есть для Зиньковского в общем и целом вот второй план XVIII века, то есть появление светской культуры, появление научного знания на территории имперской России, вот это и есть старт русской философии. И при этом Зиньковский достаточно оптимистично вообще смотрел на судьбу русской философии, то есть он полагал, что у русской философии вообще-то всё очень неплохо, потому что мы, вот обращаясь к содержанию одного из слайдов, которые я показывал до этого, он полагал, что русская философия, да, она образовалась в связи с тем, что мы приобщились к христианству, в рамках христианской культуры философия она и формировалась, так же, как и европейская, да, ну, просто другое дело, что и были конфессиональные очень серьёзные разночтения, одно дело католики и протестанты в Европе, другое дело мы ортодокс чоч, да, в своей России. Вот у Густава Густавовича Шпета, наверное, это одна из самых скандалек, наверное, таких вот концепций русской философии, у него есть работа, если у Зиньковской истории русской философии, у Шпета это очерки по истории развития, да, русской философской мысли. Вот у него есть так называемая концепция невегласия, я специально её здесь выделил как бы жирным таким шрифтом, да, он вот утверждает, что невегласия есть та почва, на которой произрастала русская философия. Дальше он, значит, рассуждает, как это происходило, и дальше делает замечательную вещь. Говорит, исключительно невежество не позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию. Неудивительно, что на такой почве произрастала философия бледная, чахлая, хрупкая. Удивительно, что она всё-таки, несмотря ни на что, росла. Шпета вообще поддерживает мысль, что интеллектуалы в России были, это так. То есть, на самом деле, та же самая русская наука, она развивалась. Всё было в порядке. Но по ряду причин, то, что называют невегласиям, да, и, в общем, на самом деле, часть сводит концепцию, сводит к некоторому универству. Философская мысль, вот как она шла из Европы к нам, сталкивалась с какой-то вот культурной проблемой. Мы многие философские сюжеты просто не пускали. С точки зрения Шпета, Европа очень сильно влияла на интеллектуальное пространство России. Ну, если мы поговорим про русскую науку, он говорит, ну, вот здесь, собственно говоря, никаких проблем-то не будет. Здесь, на самом деле, русская наука развивалась, ну, действительно, у неё развивалась университетская культура, развивалось академическое сообщество. А вот с философией всё шло как-то почему-то не так. Как будто какие-то есть культурные механизмы, которые ей всё время сопротивлялись. Но нужно сказать, что сам по себе Густав Густав Шпет – это философ, у которого было вполне чёткое понимание, а что такое философия. Дело в том, что для Зиненковского, к примеру, да, вот выше для него, русская философия в общем и целом – это некоторое философское такое вот вольнодумство, которое произросло или как бы выросло в связи с секуляризацией христианского богословия. Для Шпета всё совершенно не так. Шпету, кажется, он был философом-феноменологом. Феноменология на рубеже XIX-XX веков – это одна из самых интенсивно развивающихся философских дисциплин, которая ставила перед собой задачу создать некоторое строгое представление о философском знании. То есть это не ваш набор каких-то изречений, мыслей, образов. А вот мне подумалось, а что если… Нет, это вообще не про философию. Речь шла о том, что выработать достаточно строгий философский аппарат, сугубо философский, он методологически должен был быть выверен, и он должен быть максимально прозрачным, очень похожим, всё должно было быть наукоподобно, но при этом не сводилось бы к позитивизму, то есть не должно происходить бы этой кальки. Так вот, Шпет полагает, что очень долго всё, вот эти все процессы, которые постепенно складывались в Европе, они к нам не проникали, ну и как бы, аллилуйя, как-то они всё-таки проникли, потому что хотя бы Шпет-то сам себя-то, он здесь не сечь-то отказался, то есть тем не менее, он говорит, ну я, например, есть, есть ещё какие-то. То есть несмотря на все эти преграды, она росла. Что интересно, в прошлый раз мы с вами говорили про то, что русская философия является так называемым интеллектуальным изгоем, ей всегда были в России не рады. То есть вот это знаменитый теист, который, собственно говоря, приписывался, так сказать, у Варова много кому, про то, что польза от философии сомнительна, а вред возможен. Вот на уровне государственного управления ей были не рады, а Шпет полагает, что на уровне какой-то вот духовной культуры тоже были не рады. Вот, собственно говоря, Зиньковский и Шпет, они вот так странным образом друг с другом полемизируют. Я специально привожу цитату Владимира Ильина, его книга «Русская философия», она вот, кстати, у меня сейчас здесь в руках находится, вот с такой вот стрёмной, хорошей, на самом деле, обложкой, ладно. Владимир Ильин задумывал свою книгу по русской философии ещё в 40-е годы, потом, значит, выходит книга Зиньковского в 51-м году, а дальше он решает, что, ну, напишу-ка я собственную концепцию, откуда есть пошла русская философия, то есть про истоки, про историю, со всеми оценками, но она будет другой. Его много что возмущало в Зиньковском, то есть почему надо так много места уделять Александру Герцену, например. Сам по себе принцип деления философии на системную и несистемную Зиньковского прослеживается, то есть там, допустим, до появления Владимира Сергеевича Соловьёва, да, мы говорим о какой-то несистемной философии, ну, вот ему такое, Владимиру Ильину казалось такое разграничение весьма странным, да. И тут вот, что он предлагает, да, Владимир Ильин, да, почему я 2020 написал, я просто сам участвовал в, так сказать, реконструкции, воссоздании этого текста, потому что он при жизни, Владимир Ильина, он не был опубликован, повезло, этот архивный материал сохранились, они были переданы в дар Дому русского зарубежья, и дальше, собственно говоря, мы с коллегами, ну, этот текст восстанавливали. При восстановлении, ну, было, в общем-то, интересно. А что ж там такое интересное Ильин хотела ответить в какую-то степень Зиньковскому? А он говорит о том, что, видите, он здесь не повторяет шпета, он никакой невегласия, так сказать, не ведёт, он говорит, что да, есть некоторая предыстория, да, русской философии, она характеризуется периодом до XVII века, и дальше, как говорят, ибо Петровско-Петербургский период начинается ещё до Петра Великого, в царствовании Великого, значит, царя Алексея Михайловича, и дальше он делает такую интересную вещь, он говорит, в Киеве схоластическое богословие выдворялось в XVI веке и перешло отсюда в Москву в XVII веке с преподавательскими кадрами того киевского происхождения. Здесь нужно, конечно, вот эту фразу последнюю разобрать немножко поподробнее. То, что в Киеве существовало благословие, ну, мы вряд ли будем с этим спорить, просто по той причине, что Киево-Могильянская вот эта вся академия, всё это действительно было, всё это существовало. Есть спорное утвердение, что насколько это богословие было схоластическим, а я напомню, что вообще схоластика, как схола, то есть школа, то есть как некоторая культура полемики, диалога и вообще схоластическая культура, это в большей степени атрибут свойства западной европейской философской мысли в средние века. То есть благодаря схоластике в средние века европейская теология смогла на полных парах заняться проблемами, допустим, доказательства бытия Бога, проблемы решения вопроса, это вообще теодицы, если Бог есть, то что же мы так с вами плохо живём, а вот это связано с тем, что или он не очень добрый, или он не очень всемогущий. Благодаря этому схоластика подарила нам, в общем-то, богатый опыт упражнений в логическом анализе вот такого рода проблем, в том числе и многими вещами схоластики мы с вами пользуемся. Та же самая бритва Окама или некоторые бритва Окама всё время ставят ударение куда хотят, всё это появилось в рамках схоластической культуры. Насколько схоластика была вообще, развивалась в Киеве? Вот здесь огромные, конечно, есть огромные вопросы. Дело в том, что если мы взяли, приобщились к христианской культуре через Византию, то схоластика вообще-то это не наша фишка как бы, у нас другое. У нас скорее с вами мистическое богословие, то есть, понимаете, мистическое богословие в Византии, оно было как бы наиболее широко распространено, и вообще вот эти проблемы доказательства бытия Бога, да, разумеется, они и существовали. Существовала даже византийская логика. Есть, кстати, какой прекрасный YouTube-канал, у, по-моему, такой исследовательницы по фамилии Гончарко, вот, она занимается византийской логикой. Если кому-то очень интересно, да, там очень сложный интеллектуальный вход на этот канал просто потому, что там обсуждаются, ну, извините, проблемы византийской логике, то есть, вам необходимо знать, как бы помимо аристотельской логики, еще там кучу всего, да, как бы шарить в истории и так далее. Ну, интересно, да, если кому-то интересно, можете вбить на YouTube. Поэтому я бы поспорил бы с Владимиром Ильином, насколько в Киеве схоластика активно осуществлялась. Ну, ладно. Ну, допустим, в 16 веке она была. Хорошо. Пришла отсюда в Москву в 17 веке. В принципе, ну, логично, с учетом того, что московское княжество, оно, так сказать, расширялось, расширялось, пока не превратилось, значит, в ту самую Московию, которую проклинают, ну, многие во всем мире, типа, освободим Россию от Москвы и от Москвы, да. Ну, вот интересный момент, что он полагает, что переход из Киева в Москву преподавательского состава, вот, каких-то схоластов загадочных, привел к тому, что вот в итоге русская философия взяла и пошла в итоге, да. Что у всего этого общего, да, у Зиньковского, Шпета и у Владимира Ильина? А именно, они, в общем-то, не очень хотят говорить о философстве, о культуре философствования в каком-нибудь 10-м или 11-м веке, да, ну, как бы там даже и в 14-м тоже не особо хотят. Они сосредоточены очень серьезно на новой европейской культуре, насколько она, по крайней мере, была возможна в России. Зиньковский говорит, что вот, ну, со II по XVIII веку все это началось. У Шпета нет достаточно строгих этих рамок, но он, тем не менее, считает, что пока у нас не началось просвещение, пока у нас, там, значит, Михаил Ломоносов, там этот самый, значит, там такой был еще ученый-химик, по-моему, фамилия Теплов, там огромное количество, в общем, таких людей, к которым потом, позже к ним обратимся. Пока вот они не появились, пока просвещение не началось, философии никакой и не могло и быть, да, ну и, разумеется, никакого поиска какой-то древнерусской философии никто никогда не занимался. Это вообще изобретение, по-моему, 2000-х годов, вот это все поиски древнерусских вед, там, или еще что-то такое, вот, то есть, ну, это такая маргинальная вещь, вот, ну и Владимир Лин, в общем-то, тоже к этому приходит, да, то есть, все готовы расписаться, ну, что-то до этого было, но что-то непонятное. Ну, и если мы сейчас заканчиваем, кто что про это говорил, а помимо Зиньковского шпета Владимира Лина, я бы еще посоветовал, ну, вдруг кто, как бы, не знает, есть еще, значит, книжка Николая Ануфовича Лоского, тоже современненького Василия Васильевича Зиньковского, тоже называется «История русской философии». Лоский замечательным образом засунул в историю русской философии самого себя, выделил сам себе главу и сам о себе написал в третьем лице. Я раньше что-то над этим смеялся, а подумал, ну, как бы, а что плохого, как бы, ну, вписал сам себя в историю, как бы, другие, если, как бы, другие не вписывают или как-то делают это недолжным образом, ну, впиши себя сам, да, в историю. Профессор Яковенко тоже, тоже есть своя история русской философии. Это вот примерно люди одного круга, одного сообщества, они не были советскими философами, это все философы, которые сформировались в эпоху Российской империи. Дальше судьба, конечно, и всех раскидала в разные стороны, да, а в последующем какие-то вот рассуждения, откуда есть, взялась русская философия, она уже, ну, это уже все возникло на базе кафедры истории философии народов СССР сперва, ну, а потом на базе кафедры истории русской философии философского факультета МГУ, да, хотя, конечно, разумеется, в сороковые годы, когда воссоздали философский факультет во время войны, то, конечно, эти попытки были, но носили очень идеологический характер, то есть, разумеется, все вот эти вот источники, которые здесь я как-то цитирую, да, мне не привожу, они в тех дискуссиях как-то не использовались. Древняя русская философия, вот, мы должны были, нужно было все-таки пройтись по этой теме, потому что мне кажется, кто-нибудь когда-нибудь все-таки рано или поздно про эту вещь думал, ну, знаете, есть древнегреческая философия, вот, древнеперсидская, там, я не знаю, какая-нибудь мифопоэтическая мысль как-нибудь, да, если вы вобьете в поисковую систему древнерусской философии, вы найдете академические работы по древнерусской философии, но у древнерусской философии вообще есть несколько очень серьезных проблем. Первое, древнерусская философия, это такая, как бы сказать, неевропейская философия в какой-то степени, под этим обычно ее так, как бы, понимают, да, на периферии интеллектуального мира. Ну, мы знаем сами, что есть арабский мир, к примеру, вот он был, да, арабы переводили Аристотеля весьма вольно, как они это хотели, как умели, кстати, без арабов мы в Европу вряд ли бы Аристотеля вообще бы получила, потому что Европа получила Аристотеля в переводе, собственно говоря, в переводе с арабов, с арабского языка. Говорю про арабский мир, что-то чуть-чуть не поперкнулся, ужасно. Я думаю, просто специалист по древнерусской философии сейчас меня немножко вспоминают, сразу скажу. Есть два специалиста очень хороших по древнерусской философии, которые, если вам, так сказать, так, прям сразу же интересно, которые, ну, немножко друг к другу полемизируют, они представляют разные поколения, это, значит, первый, это Михаил Громов, вот он давно исследует древнерусскую философию, по крайней мере, что там, сами посчитайте, что он подразумевает, и такой молодой еще, значит, исследователь Михаил Шпаковский, у которого были популярные лекции относительно того, что это вообще такое. Так вот, арабский мир, да, безусловно, но вот как-то они переводили Аристотеля, переделывали его, Европа в итоге получила Аристотеля, только не из Греции, а от арабов, в их, как бы, в их переводе. Огромная проблема есть с концепцией восточной философии. Вот берем книгу по восточной философии, ну, какой-нибудь хороший учебник, да, по истории мировой философии, ну, вот мне, например, нравится, да, вот учебник под редакцией профессора Васильева, вот он такой прям действительно мощный, там есть две объемные главы, посвященные философии в Индии и Китае. Так вот, в обоих случаях эти главы по восточной философии начинаются с проблематизации самого понятия. То есть восточная философия – это та философия, которая, ну, развивалась вообще независимо от Европы. Ну, и возникает вопрос и в отрыве от греческой мысли. Есть ли у нас право называть эту философией? Как бы, может быть, это что-то другое какое-то, вот что, мы не знаем, как бы, ну, слово философии, по крайней мере, точно они не использовали. Вот то же самое, собственно, с древнерусской философией. Потому что очевидно, что древнерусская философия – это не то, что составляло мейнстрим какого-нибудь средних веков интеллектуальным. То есть вряд ли кто-то из холастов активно ссылался там на митрополита Иллариона. То есть это такое достаточно, такое представить весьма сложно. При этом другой важный момент – это то, что древнерусская философия, её часто понимают как переводная богословная книжность на территории Руси. Это, наверное, было бы более, так сказать, справедливо, и чётко можно было бы на это определить это так. Что значит переводная богословская книжность на территории Руси? В X веке у нас складываются дипломатические отношения с Византией. У нас, я специально не говорю у кого, потому что это было давно, это повесть временных лет, ПВЛ, вот эта проблема Донестора в разных списках, в разных редакциях он существует. Ну, неважно, в общем, у нас сложилось как-то там в связи с походами Олега на Царьград. Ну, и есть, есть и есть. Вот, собственно, начинается диалог не только торговый, не только экономический, не только военный, но постепенно и интеллектуальный. Но, разумеется, он стал возможен только тогда, когда произошла христианизация Руси, то есть, ну, скорее всего, в эпоху Владимира Святославича. Для того, чтобы производить эту христианизацию, помимо экспертов, которые бы проводили разъяснительную работу среди местного населения, которые привыкли верить в Перу, на дождь Бога и так далее, нужен был некоторый все-таки медиапродукт, хотя бы вспомогательный, хотя бы для тех же самых экспертов. Короче, нужны были книги. Какие книги могли бы быть у них, да, в качестве такого кирпича, оружия под руками, взял, открыл, прочитал, да. Это должна была быть византийская, книги из Византии на греческом языке. Ладно, тут как распространять это знание? Либо все дружно учим, собственно говоря, греческий язык, ну, или мы давайте будем все-таки переводить на том языке, на котором мы разговариваем. Поскольку культура перевода в средние века была достаточно широко распространена, потому что все надо было с чего-то переводить с одного языка на другой, а самое главное, культура перевода подразумевала, что вы еще не просто что-то, ну, как онлайн-переводчик пытается там дословно что-то перевести без, так сказать, схватывания семантических каких-то сложных единиц, вы туда еще и комментарии добавляете, объемные такие иногда комментарии. То есть, вот арабы-то в этом как бы преуспели настолько, что у них изобрели собственного уже Аристотеля, как бы и арабской философии как бы таким образом родилась. У нас, ну, мы, наверное, не можем сказать, что у нас какой-нибудь этот Сабен и Бен Сина, потому что он так появился, наверное, по аналогии с арабами. Тем не менее, переводили, да, переводили вот эту византийские книги богословские на древнерусский язык, и, ну, постепенно вот эта книжность, она вот бытовала на территории Руси. Обычно в этот момент, когда, вот я просто помню выступление доктора философских наук Громова, который специализируется по вот этой вот, собственно говоря, тяне, я помню, как он выступал на большой конференции, кто происходил на Доме русского зарубежья, по древнерусской письменности, по-моему, это была конференция. Я как философ просто спрятался в углу, потому что мне нечего было особенно сказать, и, значит, вот Громов как-то сам бодался одновременно и с филологами, и с историками. А почему надо было как-то бодаться и сражаться? А дело в том, что для филологов, для них философия, да, это, ну, некоторая письменная культура, которая, ну, создается на каком-то национальном языке. И если вот эта вот греческая мысль византийская попадает на территорию Руси, то для филолога она не превращается из этого в древнерусскую философию. Это просто как, не знаю, перевод Виктора Гюго с французского на русский, да, какой-нибудь, вот, если это не сопровождается написанием оригинальных текстов, то ничего не происходит. То есть языковой фактор для филологов является очень важным. Историки в тот момент против Громова объединились вместе, значит, с филологами, ну, и, в общем, он как-то так пытался от всего этого отбиваться. Аргументом против вот этого языкового, языкового фактора у него был, этот аргумент был, наверное, один, он заключался в том, что философия не обязательно существует так серьезно, как литература, она не так серьезно привязана к языковой проблематике. То есть если мы говорим об идеях, то идеи уже, как бы, функционируют более свободно. Это я сейчас воспроизвожу, опять же, аргументацию Громова. При этом, благодаря исследованиям того же моего коллеги Михаила Шпаковского, в общем, показано, что те же самые переводные, вот, богословская книжность, она, это переводы были вольные, они все равно были. То есть, грубо говоря, вы, когда берете Иоанна Дамаскина, который очень сильно повлиял, на самом деле, на интеллектуальный мейнстрим вот тех древних времен на Руси, да, из Дамаска, да, Иоанн, вот, его трактат там о мистическом богословии переводился, очень многие другие. Так вот, и эти переводы сопровождались разного рода комментариями, объемными. И вот, собственно говоря, древнерусская философия, это вот те самые комментарии к вот этой вот книжности, которая попадала на территорию Руси. Вместе с тем, в XI веке постепенно у нас складывается уже и культура написания собственных богословских трактатов, и в качестве такого примера, достаточно популярного, обычно говорят о митрополите Иларионе и его сочинении «Слово о законе и благодать», которое написано в рамках византийской культуры богословских текстов, то есть там используется ветхозаветный сюжет, его, так сказать, его связь с Новым Заветом, с мировой историей и с некоторой моральной проповедью. Вот так вот все вместе связано. Чем интересно слово «закон и благодать»? Тем, что это такая очень интересная историософия древняя, потому что там все начинается с, в общем-то, библейских сюжетов, а продолжается все сюжетами, связанными с деятельностью русских князей. То есть вот так вот интересно от Ветхого Завета через Иисуса Христа постепенно к Владимиру Святославовичу и другим князьям. Вот так вот мы соединили богословские, по сути дела, сюжеты, религиозные сюжеты с историческими. Вот на тот момент это вот такая вот прием, который использовали в Византии, мы его повторили, сделали его, в общем-то, ну, митрополит Иларион конкретно, сделал его от и до, это действительно оригинальное сочинение, и в дальнейшем действительно этот источник стал уже использоваться по мере написания других трактатов. Теперь давайте немножко перенесем все-таки во времени, поговорим про, ну, что было помимо вот этих вот переводов. Существовала так называемая все-таки мудрость и некоторая абстрактная религиозная мысль. Я почему сказал про мудрость? Дело в том, что в этой самой как раз книжке Владимира Ильина, если мы начнем, ну, в самом начале, как сказать, прочитаем предисловие, да, про его концепцию, что такое русская философия, и перейдем ко второй главе, то мы видим, глава называется «Народная мудрость и ее выражение». Вот так. В отличие от Зиньковского, от Лосского, от Шпета, Владимир Ильин полагает, что вот эта народная мудрость, которую собирали и славянофилы, и, значит, и эти... Да что там далеко ходить? Вот я посмотрел, на кого он ссылается. Ссылается на Даля, к примеру. Ну, а что, Даля что, не занимался собиранием житейской мудрости? Собирался. Вот он говорит, ну, вот, это же, говорит, житейская мудрость, ну, вот, хорошо, философия – это любовь к мудрости, но почему нет? Да, то есть вот эта вот «Народная культура» является уже, как бы, по Владимиру Ильину, да, некоторым фактором, определяющим национальный, наверное, какой-то, да, этнический, какой-то, в общем, специфику, да, развития философии вот в том или ином культурном пространстве. Но был еще другой, естественно, фактор – это ереси. Ну, от ереси никто, так сказать, никакая страна, никакая территория не застрахована. Эти ереси всегда существовали. И ереси существовали, как вы понимаете, вопреки догматическому богословию, которое тогда было, можно спорить, ересь жидовствующих, к примеру. Мне нравится больше вот ересь Феодосия Кассовой, я об этом поговорю, чтобы немножко проиллюстрировать, да, это вот как-то ересь, что они себе представляли более подробно. Ну, и, разумеется, появлялись еще и политические философии. Вот то самое Москва, Третий Рим, Игумен Филофеев в 16 веке – это вот хороший пример, иллюстрирующий соединение таких вещей, как философия в рамках богословия с политической культурой того времени, государственной политической культуры и своеобразной такой вот работой с историософией. Потому что понятно, что Москва, Третий Рим – это вот такая емкая такая формула, которая имеет, подразумевает под собой достаточно внятную моральную коннотацию, моральное содержание, политическое содержание, историческое содержание. Такой своеобразный лозунг, который мы как-то воспроизводим, и нам, в принципе, понятно, если что-то поддерживает этот лозунг, какой историософии он придерживается. Причем приписывается это Филофеев, но в дальнейшем Москва, Третий Рим – это вещь, которая в других списках, в других древних, ну, если мы опять же 16 веке будем подразумевать, в 16 веке, в 17 веке, дальше все это воспроизводилось. То есть понятно, что речь идет о том, как постепенно философская богословская мысль, она стала соединяться с вот этим вот постепенным развитием, стремительным развитием централизованного государства в России. Апогеем всего этого, разумеется, становится уже Петровские преобразования и провозглашение уже Российской империи. Поэтому формула до нас в итоге и дожила. Ну, очень многое, что объясняло. Но если мы уйдем немножко от такого государственно-строительного какого-то начала, я предлагаю обратиться вот к еретической немножко культуре, да, вот как эти ереси функционировали, существовали и какие они имеют отношение к философской мысли. Феодосий Кассоиднич, кто это такой? Ну, он считает, что он был представителем московской знати, что он был послушником в монастыре, бежал от преследований со стороны в бояр в 1551 году. Вероятно, это связано с бунтом в 47-м году против Глинских, то есть, собственно говоря, вот с определенными политическими обстоятельствами в политической элите это было связано. И в 51-м году он вместе с группой протестных бедняков, бежав в Белого озера, значит, принимает, ну, вот, да, вот принимает монашество и формирует религиозные движения против государства и церкви. Это часто ересь Феодосия Кассоид называли рабьеучение, вот. Она опиралась на учение игумена Артемия, ученика, кстати говоря, Нилосорского, то есть, здесь есть определенная такая богословская, как сказать, преемственность. И, значит, в 54-м году сбежал в Литву, скрываясь от властей. Ну, вот мы говорим там, да, про какие-то, может быть, повторяющиеся циклы иногда в философии, но вот с ересь-елесями иногда происходит подобное, да, то есть, у нас есть некоторое вольнодумство, мы опираемся на некоторую, как бы, концепцию, на некоторую, как бы, культуру, которая развивалась исторически, сталкиваемся с политической властью, а потом начинается русская эмиграция, вот. Ну, а куда можно было на тот момент убежать, да, в 54-м году? Ну, пожалуйста, в Литву. В Литву много кто, знаете, добежал, тогда это такое было прям, ну, как бы, знаете, некоторые историки русской эмиграции, ну, среди исследователей русской эмиграции обычно такая, как бы, полуанекдотическая такая вещь существует, откуда есть пошла русская эмиграция, там, типа, ну, наверное, с того момента, как люди начали бежать в Литву в 16-м веке, потому что, вот, собственно говоря, это вот такая культура уже появилась. В чем стал ересь Феодосия Косова? Ну, во-первых, да, он, как и многие, мы знаем, что в философии есть очень серьезная критическая, критическая составляющая. Главное, в ересь Феодосии Косова. Критика ритуальной системы церкви, в том числе против икон. Между прочим, здесь Феодосий Косовой не является чем-то прям таким очень оригинальным человеком, потому что иконоборчество уже существовало уже в Византии, и даже более того, иконоборчество происходило иногда сверху, от императора оно исходило. Просто тогда решали сложный богословский вопрос относительно того, можно ли богословские сюжеты и главные, как сказать, персонажи их изображать. А если происходит изображение, как к ним относиться? Ну, Косой здесь все вместе. Он говорит, ритуальная система, все это не нужна, это все очень плохо, это нас отделяет от Бога. Это какая-то культурная, культурный какой-то пласт, который мы почему-то должны очень трепетно к нему относиться, а он на самом деле нам не нужен. Косой также отрицает тринитарную культуру, то есть, по сути, выступает против троицы. Для него Бог един, но при этом никакой культуры рассуждения про ипостаси Бога Феодосий Косой не принимает. У него Бог не антропоморфен, это тоже очень важный аспект. Но здесь надо понимать, что когда Феодосий Косой говорит, что Бог не антропоморфен, в принципе, вообще-то в православии это вообще-то тоже не антропоморфен. То есть, на самом деле, здесь люди, которые считают, что в православии Господь Бог – это добрый дядя, и Санта-Клаус где-то на облаке сидит. Никто к этому серьезно относиться не будет. Следующий интересный важный момент, он считает, что Христос – это человек, а не Бог-человек. То есть, это была рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Там у нас тоже Христос был человеком. Такая хиповская европейская эпоха, такая вот вещь. Ничего нового они не придумали. На самом деле, то, что Христос – человек, это сюжет очень часто обращается. На самом деле, такая у него моральная, сильная моральная система была у него, что настолько он классный парень, Христос, что, разумеется, мы его путаем с Богом. Так уж получается. Но мир после Христа не стал лучше для Феодосий Косов. Это очень важно. То есть, вот это представление о том, что за наши грехи, нет. Говорит Феодосий Косов, всё как было, плохо, так и осталось. Мы можем сами сделать что-то. Не надо цепляться за эти богословские сюжеты. Но вместе с тем, Феодосий Косов – это человек, который признаёт мистический опыт. Мистицизм есть. Мораль есть. Только мы всё это вместе берём и противопоставляем государству и церкви. Поэтому ересь Феодосия Косова, она такая максимально антиклерикальная. То есть, как бы, если мы говорим про церковь как тело Христова, ну, наверное, Косово бы это могло бы ещё как-то, ну, примирить. Да? Но историческую церковь, это он не принимал эту вещь. При этом была политическая ещё страна у этой ереси. То есть, он говорил о самовласти человека. То есть, суверенитет личности определённый. То есть, человек является как бы вот властелином своей жизни. Он свою жизнь как-то её развивает, осуществляет, делает, является, собственно, её хозяином. У него... И дальше он такой прям вот максимально, как бы сказали, такое левое такое начинается совершенно. Риторика равенства всех людей против иерархии, против сословий. В какой-то степени сейчас многие скажут, что а как же, в раннем христианстве то же самое было. А Феодосий скажет, да, конечно, я как бы просто вот радикальным своей, как бы умом своим, да, просто пытаюсь вернуть нас, переизобрести, перезапустить к исходному, как бы, христианству. Ну, опять же, с важными оговорками, да, то, что Христос, мы помним, это просто классный, очень хороший парень. Он отрицал... Ну, отрицание собственности, это понятно, потому что, как бы, христианские коммуны, которые тогда были, им показалось, что это очень хорошая модель для будущего, опять же, общества. Да, и вот если эти общины такие, эти коммуны, они будут как-то еще самоуправляться, то вообще будет здорово. То есть, еще задолго до кого? До Льва Николаевича Толстого, до Толстовства, вернее, будет, правильно было бы говорить так, до Валентины Булгакова и Черткова, да, до вот этих вот Толстовцев, которые Толстовство как социальное и интеллектуальное явление сформировали. При этом у него был культ труда, очень важный, вот, и критика нищенства выступал против подаяний. То есть, вот, подаяний не нужно, не нужны нам вот эта вот, как бы, культура подаяний, нужно, чтобы все трудились. Можно было бы заподозрить Феодосий в каком-то таком протестантском, значит, ключе таком, что вот откуда это культ труда, но на самом деле, на самом деле, культ труда в эпоху раскола, он просто существовал на тот момент. Вообще, мы знаем, что культ труда потом, в последующем, он будет среди старообрядцев существовать вообще. То есть, как бы, это такая нормальная вещь, то есть, как бы, вот, в 17 веке, да, в 16, точнее, до 16-17 веках, это одна из важных тем. И вот, пожалуйста, собственно, так сказать, цитата его-то про то, что не надо повиноваться властям, как бы, да и попам тоже. Вот ересь Феодосия Косова, вот такие вот ереси существовали, они, разумеется, существовали не в письменном, я почему эту, собственно, ересь воспроизвел, да, они существовали не в письменном виде. Если вот для филологов важная философия, она у нас написана, она у нас существует в формате сочинений, трактатов, я не знаю, сборники из речений, но у нас возникает, как бы, другой вопрос, а тогда что-то делать с древнегреческими философами, о которых у нас вообще представление о том, что они, кто-то что-то сказал когда-то, слава богу, кто-то написал про это, да. Диоген Синопский с его, значит, вот этой бочкой там и другой культурой перформансов и многое другое, да, считать ли это философией? Вот, пожалуйста, собственно говоря, еретические движения нам дают огромное количество материала, которое фиксируется в исторической литературе, ну, в летописях, понятное дело, что где-то это фиксируется, потом обрабатывается, и до нас это доходит. Как к ним относиться, да? Можно ли к Феодосию Кассоу относиться, ну, например, как к Диогену Синопскому? Сейчас, в общем-то, никто не будет говорить, что Диоген Синопский не философ, что кинизм, да, вот философия кинников, это не философия. Нет, это философия. Но вот по отношению к Феодосию Кассоу может возникнуть ряд вопросов, как бы, извините, но это как бы не мейнстрим, не главное течение в интеллектуальной культуре. Немножко все-таки на периферии с вами находимся. Ну, и от Феодосии Кассоу снова, как бы, в частности, вернем, пойдем к общему, да. Ну, академические вот истоки русской философии. Иногда кажется, что это такой самый, наверное, может, даже плодотворная какая-то часть, да. Появление, да, Киево-Могилянской академии в 16 веке, она образовалась, в общем-то, не на пустом месте, да, она сформировалась из разных религиозных организаций. Некоторые полагают, что были некоторые организации очень похожи как бы иезуитским, ну, как бы и по образу подобий ордена иезуитов были организованы. Но, в конце концов, в ряде вот этих религиозных, как бы, ассоциаций, организаций, да, того времени, 16 века, там в основном изучались языки. А вот Киево-Могилянской академии, там уже изучались некоторые дисциплины, которые мы уже можем отнести к философским. Здесь имеется ввиду уже и логика, и риторика, да, то есть, особенно в ее применении к трактовке богословских сюжетов. Российская академия наук, на самом деле, по своему, само название, оно уже отсылает к академии, опять же, Платона, да, то есть, как бы, это уже как бы отсылка к некоторой античной традиции, к складыванию, вот там, значит, в Греции складывалась наука, складывалась философия, чем мы хуже, как бы. Московский университет, это уже, конечно, немножко другой, как бы, этап, да. Появление Московского университета, это, собственно, и появление первых преподавателей, и появление первых сообществ студентов того времени. Анечков, специалист по логике и этике, он, собственно говоря, этику, он вообще, в принципе, курс разработал практически с нуля и начал преподавать в Московском университете. Десницкий был правоведом, юристом, но на тот момент, да, в 18 веке, еще, я напомню, в прошлой лекции мы же говорили, да, в рамках юридической дисциплины существовала такая штука, как философия права. Она считается фундаментальной правоведческой дисциплиной, но она очень тесно связана с философскими проблемами, что такое норма, законы, что такое, опять же, правовой субъект и так далее, тому подобное. Рубан, собственно, ну вот, занимался риторикой. Да, можно было бы сказать, что это тоже филологическая дисциплина, но, опять же, да, на то время, в 18 веке, все вот эти дисциплины, они, опять же, наносили именно, как бы, печать философского знания. С появлением уже преподавания вот этих дисциплин в Московском университете мы постепенно можем говорить о, все-таки, складывании какой-то, ну, назовем это философской культуры в России в рамках академического сообщества. А в 19 веке уже появится и общество любомудров уже за пределами академического сообщества, ну, и постепенно, постепенно перейдем к, опять же, к чему, да, к политическим кружкам разного рода, декабристам и так далее. Ну, вот, собственно, вот такое вот то, что я хотел рассказать, да, ввести некоторое, как бы, такое интро, введение в проблематику, да, что истоки русской философии – это одна, как бы сказать, одна из проблем, которая, вот, она практически неотделима от русской философии, и про нее все время говорили. Все время говорили русские философы, и, видимо, не о смутности могу представить, когда мы от этой проблемы вообще когда-нибудь уйдем, потому что вообще концепция истоков, откуда есть мы пошли, они все время будут будоражить нас активно. Ну, в общем, мы попытались в общих чертах поговорить о том, с какого бокса, с какой стороны зайти к теме об истоках русской философии, и поэтому здесь, конечно же, когда мы говорим про истоки, то тут появляется вот эта вот проблема, а что делать с древностью, например, ну, то есть с эпохой просвещения, с появлением европейской науки, там как-то проблемы особо и нету, то есть там, что, типа, вот, ну, вряд ли… Ну, это же после Петровских временах так появилось. Ну, да, там вот, что там, понятно, что появление Вольтера там, да, или там Дидро, да, в России, это все… А вот при Петре Первом, наверное, для философии особенно места-то не было. Ну, начнем с того, что там… Там были, как говорится, позитивные, как вы говорите, позитивные науки тогда были, да? Да, да, но вот если мы возьмем именно при Петра, если брать, да, там у нас, пожалуй, что сами по себе дисциплины философские, ну, вряд ли, то есть иностранный, то есть там какой-нибудь греческий язык, ну, и что-то, ну, как бы филологическая вполне себе дисциплина, вообще иностранные языки. Скорее, да, это подпись грамматик с Матрицкого, там же излагалась всемирная история, насколько я понимаю. Да, то есть вообще, на самом деле, это вот такое частое явление, когда… А еще в этом самом лицевом своде была тоже, это самая всемирная история, там же и вообще-то сотворение мира тоже писали. Да, да, ну, такой проблем, проблем, такая, как сказать, это… Это история, да не философия, расскажите. Ну, как вам сказать, то есть, да, это тоже хороший такой вопрос, что считать здесь, обычно, да, что считается. Религиозная философия, она как-то вообще, честно говоря, трудно отделима от философии. Да, практически, да, я понимаю, нет, на самом деле, это безусловно так. Религиозная философия, прикрепите к ней геройку, вот и все, она будет жить. Ну, и знаете, я бы здесь все-таки сделал бы какое-то разграничение, сейчас объясню, почему. Религиозная философия, особенно применительно к России, обычно под этим подразумевается конец 19-го, начало 20-го века и связано обычно не с тем, что богословие разрослось до таких масштабов, что оно поглотило вообще все, как раз-таки нет наоборот. А это происходило в связи с некоторой реакцией на то, что сказали, позитивное знание, именно в самом, наверное, таком утилитарном, плохом смысле, как нигилисты часто это трактовали определенным образом. И вот там некоторые интеллектуальные проблемы и стали искать уже в тех областях, где оказалось, что уже была религия. Ну, вот мы говорили, допустим, про фундаментальные проблемы научного знания, и постепенное складывание этой, собственно говоря, квантовой, вообще всей этой теории. Там рядом по соседству, скажем так, там оказывались неожиданно религиозные сюжеты. Не как сюжеты в таком церковном смысле, а, скорее всего, как что-то такое интеллектуальное, но в религиозной оболочке. С богословием же какая история? Богословие действительно в допетровское особенно время, философию от богословия отделить было практически невозможно, и тут надо заметить, что в Европе долгое время от теологии тоже не могли ее отделить, это нормально. Но ситуация с христианизацией, опять же, Европы, западного мира, хорошо мы это так назовем, и христианизация, когда она наступила в России, это два совершенно разных процесса. Если мы говорим про появление христианства в Европе, то, разумеется, это христианизация Римской империи происходит, это уже как в IV веке, извините, уже все было. То есть, уже существовали институции римские, уже существовали интеллектуальные институты, которые просто принимают это, собственно говоря, христианство, ну и на базе этого, разумеется, что-то разрабатывается. И в дальнейшем от распада, так сказать, трансформации Римской империи и сперва развал, потом священная Римская империя, потом появление этих, собственно говоря, варварских или других каких-то, в общем-то, княжеств, королевств и так далее, ну, в общем, все это, знаете, христианство, оно уже существовало очень долго. У нас оно, первое, позднее появилось, второе, оно появилось в результате того, что, ну, скажем так, в результате ряда процессов, связанных с, ну, вот тем самым, вот, как это сказать, ну, вот, действительно, христианство, сказал вылетел от слова-то, а, в общем, при внесении всех этих святынь, да, там и так далее, и тому подобное, это сложный был политический процесс, он был очень серьезно сталкивался с этой почвой языческой, которой она была, да, вот, в Европе было с этим, ну, скажем так, в Европе с этим было немножко полегче, тоже было сопротивление, но поскольку, когда у вас уже Римская империя с 4 века уже постепенно начинает все это экстраполировать, перекидывать, там постепенно Вестготы, Остготы, то есть даже они уже, как бы сказать, принимали христианство, у нас это просто вот раз вот так вот, ребят, теперь у нас будет по-другому уже, да, то есть понятно, что всплески христианской культуры какие-то были, происходились, можно вспомнить то же самое, там, книги «Не Ольга», там, ну, к примеру, да, но христианизация была происходила по другим совершенно рельсам, происходила, отношение с Византией было, тоже было очень проблематично, потому что Византия находилась, блин, далеко от управляющего административного центра, это просто замечал Георгий Федотов, вот, как раз, русский философ XX века, который потом, в последующем он был в Европе, потом мигрировал в Соединенные Штаты, там есть целый, как бы, анекдот про то, что, на самом деле, он издавал журнал «Новый град» на деньги ЦРО, но это другое дело, он такой основоположный христианской демократии, такой вот, среди русской миграции, вот он отмечал, что у нас была куча сложностей, которые не было в Европе, поэтому отделение богословия, эта философия от богословия, оно произошло, ну, как бы, очень поздно вообще, очень поздно, и как-то более, и как-то болезненнее, ну, к примеру, смотрите, берем с вами XVIII век, вот, то самое время, когда постпетровские, давайте назовем, постпетровские преобразования, XVIII век, хорошо, появление русской науки, что тогда творилось в Европе? В Европе тогда, до Эммануила Канта, на самом деле, тогда доминирующим было в философии эпохи просвещения, а даже конкретно, вот, если мы говорим о философии, как бы, как понимаем ее на стыке с наукой, то это философия Христиана Вольфа, то есть это, собственно говоря, учитель Эммануила Канта и очень многих других. Вот, собственно говоря, философия Христиана Вольфа, она постепенно в XVIII веке, в петровское время, она стала проникать сюда, такая просвещенческая совершенно вещь, да, она заточена под точные естественные науки, по философии вообще подразумевалось, что, как бы, а как она еще совершенно возможно, да, существовать, и мы это получаем, по сути дела, первого какого-то европейского философа, как вот, ну, в современном смысле это слово, как сейчас, допустим, мы понимаем, да, только в постпетровское какое-то время, это очень поздно, это очень просто, вот, катастрофически поздно, и дальше у нас диалог с Европой осуществлялся, да, даже, что-то с ним, как бы, да, очень сложно и с Византией тоже, то есть у нас, в чем была проблема, я к чему, собственно говоря, введу, Россия находилась далеко от Европы, причем с самого начала даже далеко от Византии-то уже находилась, то есть у нас же, помните, у нас же не было вот прям вот границы по принципу, вот у нас какая-то Русь, и тут же у нас граница типа Византии, там огромный промежуток, какое-нибудь там болгарское, царство какое-нибудь, да, там же у нас куча этих, так сказать, фильтров каких-то совершенно происходит, да, внизовье, Днепра, где там печенеги ходили, да, 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 то есть это гигант, пробраться сквозь них можно было, и пробирались люди, ну что же делать, ради бизнеса, там, ради дипломатии, ну да, эти все эти, ну, конечно, это было, ну, понимаете, вот не было такого вот обыденного контроля, обыденного контакта, да, понимаете, а вот, допустим, в Европе, ну что у нас, Европа, она просто стремительно христианизировалась, да, здесь у нас... И она была очень маленькая, там чуть повернешься там, а там уже другое место, другое княжество, агрище на другом языке говорят. Да, да, это более интенсивный диалог, в принципе, если мы говорим не про бизнес, да, а говорим про обмен знаниями, это более интенсивный обмен знаний процесса. И потом у них, так или иначе, от арабов очень быстро была занесена университетская культура, скажем так. Да, 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 и математическая, и другая, да. А вот у университета у них были факультет, понятно, кого там готовили, юридический, медицинский и богословский, но там учили людей какому-то ремеслу, фактически, умственному ремеслу, а вот был факультет философский, это там всему, чему не нужно. Там все, что не нужно было на философском факультете, ну, вроде как, не нужно, но жалко выбросить. Типа математика. Да, вот даже если принять, посмотреть на московский факультет, на московский университет, то из философского факультета и так или иначе когда-то отпочковывались все вот эти вот научные факультеты. Да, ну, тут, наверное, тоже надо европейскую историю как бы поделить, когда, что, собственно говоря, было. Ну, то есть, философский факультет, он часто выступал в качестве какого-то такого подготовительного. А после этого вы могли пойти на медицинский, либо на юридический. Да, 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 но тем не менее он был, да. То есть, это был такой вот, ну, там были и люди, которые там постоянно работали на философском факультете, как вот этот персонаж собора Парижской Богоматери, раз уж вы Виктор и Геуголь сегодня вспоминали. Он же был из философского факультета там был. То есть, на самом деле, если мы говорим, опять же, да, про эпоху просвещения, да, с стремительным развитием научного знания, философский факультет выступал в качестве, да. Так или иначе носитель такого рода участвования, философствования в Москве появился при патриархии Никоне, да, это было, значит, Лавиан-Марикладинская академия, вот какое-то место, где можно было заниматься. А в Киеве, Киево-Могилянская академия была, плюс к этому было то, что называли Западная Русь, или Западная Россия, или Западные Русские, я не знаю, как сказать. Это типа земли, которые входили, вот, Беларусь, да, их тогда называли Западной Русью, так или иначе с ними был контакт, так или иначе там оттуда к нам проникали, приходили люди, которые, вот, первопечатники там, и там для нас книги печатались, в том числе какие-то, вот, так вот, там-то ведь была католическая польская культура уже давно, а у них были университеты, то есть, вот, ну, например, знаменитый Краковский, ДНР-1, просто я его знаю, повернись чуть-чуть в Венгрию, там, Паде, тоже была такая ученость, куда же тут денешься, да, католическая Венгрия, вот, а это вот, когда Киево-Могилянская Академия-то возникла? Ну, это, получается, 16 век, это 1540-е годы. А кто был инициатором ее создания? Это что, в рамках попытки объединить православие с католицизмом? Нет, там было несколько, там было, там было несколько существовало этих братств, которые просто в итоге не объединились, но, опять же, если мы говорим про, как бы это сказать, для чего, да, как бы, как бы некоторое цель полагания, для, на самом деле, подготовки, вообще-то, кадров, имелось в виду, да, для лучше, более образованных кадров. Это официальная задача, под которую могут дать деньги. Да, да, да. Она официальная, но она связана с выполнением всяких разных функций. Да, конечно. Ну, смотрите, у нас преподаватели Московского университета, это выпускники, по сути, делают, академии, потому что откуда они еще могли взяться? Хотя были еще приглашенные, это понятное дело. Ну, имеется в виду не Московского университета преподавателей, а этого самого Славян-Грек-Латинской академии. Да, 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 да. Московский университет, там уже это более позднее. Ну, позднее, да. То есть у нас уже... Да, учился в Славян-Грек-Латинской академии, там в ту пору была физика в том числе. Да, да. И там, собственно, вот этот, ну, Кив Могилевская академия, она просто выполняла очень, как бы, ну, как первая такая, функция, что ли, когда, да, более подготовленные кадры, потому что уже это уже было более, скажем так, более изощренное богословие. Там, причем, можно было учиться... Там не было возрастного ценза, например, да, то есть можно было, опять же, там независимо, как бы, от чего. Там, по-моему... Да какая академия? Кив Могилянская или наша? Да, 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 Кив Могилянская академия, там возрастного ценза, к примеру, не было. То есть, в общем-то, она была достаточно, как бы, сказать, открытая, как бы, да, для того, чтобы, как бы, если вы там как-то... 15 век, вы сказали, или 16-й? 15-й, да? Нет, это 1540 год. То есть 16-й век. То есть, смотрите, опять же, да, это вот до 16-го века... Это еще до смутного времени задолго. Да, это до Никоньянской всей этой истории, до раскола. Ну, это очень задолго, смутное время, это где-то начало 17-го века, это вот за 60 лет до этого. А я полагаю, что, на самом деле, без вот такого рода инициатив, может быть, и раскола бы такого, как бы, не произошло, потому что, опять же, да, вся, как бы, история с Никоном, она, с одной стороны, связана с ритуальной системой, с другой стороны, она связана с переводной, и, как бы, отношение к византийской, вообще, всей традиции тоже. Ну, вообще, я-то вот человек плохой, я все вижу на свой манер. Вы знаете, вот у Никона явно была проблема с тем, что он требовал, чтобы его величали тем же титулом, что и Алексей... А, нет, ну, это-то да, господи. Правда, бы это был пример. До этого, значит, при Михаиле Романове, отца Алексея Михайловича, патриархом был Филарет, то есть отец Алексея Михайловича, и, собственно, он правил страной, и его величали так же, как государь, великий государь. А он этого требовал. И, в конце концов, у него была борьба за власть с Алексеем Михайловичем, и для того, чтобы ее организовать, вот и нужен был вот этот реформа церковная. Троеперстное крещение, писать Иисус не через четыре буквы, а через пять букв, вот, Иисус. И вот, и при этом, при всем, он, соответственно, внедрял в нашу церковь русскую огромное количество священнослужителей с Украины. Они получали приходы и становились ему лично ему обязанными. То есть хорошая такая вот идея, как при Сталине, да, вот лично обязанные мне люди, они у нас пришли к власти. Если что, ну, правда, у Сталина было, это совсем люди были никудышние, если что, он их сразу заменит, то есть они понимали. А эти были кудышние, они были образованы, вот, подготовлены, священники, как священники, приходы имели. И когда вышел вопрос, куда деваться патриарху Никону, ну, ему сказали, вот, он стал говорить, ухожу из патриархов, ну, и уходи, вот, садись в вазу и уезжай, из-за него священники не заступились. Ну, их устраивала новая там, какая-нибудь там власть патриаршая другая. Их же с места не сдвинули. Понимаете, какая штука-то была? Их с места не сдвинули. Вот, и вот это вот, такой был тогда момент, да, действительно. Но теперь вторая, вторая, так сказать, вещь. Ну, хорошо, вот смотрите, в античные времена была философия там. Там у них, там у них, это значит Греция, Рим, античная языческая философия. Правильно я? Я ничего не перевираю. Да нет, ну, все верно. Да, все верно. А вот мысль, которая была до крещения Руси, от ней какие-то следы остались, или тогда вообще мы совершенно были в диком состоянии, никакого, так сказать, мышления, никаких, так сказать, этических соображений, которые как-то фиксировали, что не было никогда. Ведь мы, кроме как, христианской этики, у нас ничего с тех пор мы не помним, да? А вот, может быть, ну, а до этого мир был, были князья, они там что-то такое делали, у них какие-то были контакты, общения, как-то они управляли народом, как-то они между собой ладили, как-то у них все это выходило. Видимо, тогда хотя бы этическая составляющая была, а этика ведь это элемент философии. Нет, ну, это понятно. Это то, за что как бы иногда цеплялись те же самые славянофилы, когда искали неевропейские формы демократии, к примеру. Ну, неевропейские формы, дохристианские формы, конечно, были махом заменены на христианские, да? Да. Ничего не осталось, это я понимаю. Но каких-то следов, видимо, отыскать просто невозможно, потому что однажды песни не сохранились. Да, потому что, понимаете, я почему к Владимиру Ильину обратился, потому что у него была попытка начать разговор о русской философии, начать вот этой вот народной мудрости, да, где он там. Но опять же, у него вот так вот, сейчас я просто пролистываю, смотрю, но у него в основном сплошное ссылки на Даля идут. Понимаете? Ну, Даля, это уже он мудрость собирал. Он же, когда он жил-то? Восемнадцатый век или девятнадцатый? Девятнадцатый. Да, да, девятнадцатый. Это позднее. Это, кстати, Олега Даля, известного нам актера. Ну, и что? Ну, и бы. Нет, это позднее. Это позднее. Собирал ссылки, которые, да, народная мудрость, которая досталась народу, в основном, наверное, церковной. И есть такой вот, ну, можно сказать, историк, аргумент такой вот, ну, как-то, кто занимается историей этноса, да? Этнический аргумент. Ну, я понял, хорошо. Я понял. Так давно имеется культура. Вот, например, у русских. А, я понял, да. Учителей Сибири. У них, так сказать, вот в народном творчестве, в народной мудрости были легенды, как былины, о временах Владимира Красносолнушка. То есть, это уже христианские времена. Вот все. Древней не было. Древней не было. И все. То есть, то, что было до него, просто как отрезанный кусок. Нет, я понял, о чем вы говорите. На самом деле, нет, безусловно, такой этнологический, этнографический какой-то аргумент, да, то есть, это как бы, давайте посмотрим, что там было до этого. Он вполне, ну, вообще, вполне релевантный, то есть, что там что-то люди не жили, да, и, конечно, жили. А языческая культура, она что, не культура? Почему нет? Какие у нас есть? Вот дальше, и дальше следующий вопрос. Как у нас осуществляется доступ к вот этой вот дохристианской, да, языческой культуре? А его доступа нет. Есть. Нет, сейчас, минуту сейчас я объясню. Ограниченный, как и всегда, ограниченный доступ есть. Ну, к примеру, давайте сейчас самым популярным возьму сюжет. Это новгородские хроники, новгородская летопись, новгородская письменность, академик Залезняк, по-моему, и занимается. Кажется, берстяные грамоты, вот те самые. Вот теперь сам берстяные грамоты, которые происходят... А еще до крещения были? Да. Да. И как они писали, их тогда ведь не было вот этого вот... А вот дальше у нас приходят филологи, да, называют это все, опять же, да, древнерусская письменность, которая черти как совершенно сделана, потому что там возникает вопрос, а Кирилл Мефодий, вы это тогда кто? И это такие, как бы, если у нас до этого существовало, да? И... Там какая-то другая была письменность, там как-то по-другому она называлась, она вроде была, но она совсем другая, не кириллический. Кириллическая, это я, это смесь какая-то вот, так сказать, греческого и латинского начертания. Ну, в общем, там вот мы практически сейчас на самом деле что делаем, да? Мы как бы справедливо, да, от как бы философии и идем вот к письменным источникам, и дальше вот эти берестяные грамоты, они просто датированы, действительно, они до христианизации, до крещения, и там, причем, что интересно, там содержание этих берестяных грамот, они просто показывают, что люди использовали их повсеместно, ну, как письменность повсеместно, в том числе в бытовых целях очень много, и они сохранились. То есть там как бы, помимо... Сохранились бытовые тексты? И бытовые, я бы сказал, и бытовые. Вот не получается, знаете, что сделать? Там не получается найти какие-то вот корпус каких-то, как бы мы бы назвали философских каких-то вот, да, этических каких-то вот там вот вещей. То есть бытовые есть, есть свидетельства о том, что в Новгороде происходило там тогда-то и тогда-то, но просто понимаем, что Новгород, поскольку входил в топ этих торговых, собственно говоря, городов того времени, то, разумеется, там как бы письменность, подсчет был очень важен всего, да, и договоры были, все это было очень важно, но при этом там, разумеется, была своя, как бы мы бы сказали, бизнес-этика, как бы, да, потому что сейчас как бы есть, да, этика бизнеса, она преподается в университетах, как бы, отчасти, на мой взгляд, справедливо, потому что это как бы, ну, как вы будете вести бизнес, если вы не договороспособный человек, как бы, но пока не найдено то, что мы бы могли, наверное, охарактеризовать, как вот, как сущи, как с греками, вот беда у нас в чем, то есть мы можем, там даже еще близко пока нету, к сожалению, вот ничего такого, Вот по-моему, все-таки, от дохристианских времен, роль Новгорода тогда, сколь была она значительно, как торгового центра, дохристианских времен. До христианских, ну как, был ли он тогда источником чего-либо для европейских купцов, или это они сами приезжали, тут что-то такое на местах закупали, у нас как-то не горели. Ведь мы для них явно были, раз мы не христиане, мы для них просто были дикарями. Не, ну начнем с того, что мы, давайте так будем говорить, Новгород, вот, да, а Новгород торговал с норманами, просто иначе по-другому бы не получилось бы. Да, то есть как минимум, а норманы дальше, мы там, ну как бы цепочкой выстраиваются. Норманы дальше торговали, да. Да, 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 то есть на самом деле там. А, ну тогда можно задать встречный вопрос, а у норвежцев, у шведов, у норманов, у них какая-то та философия есть в тех временах. Ну как, это все обычно называют, так сказать, в историко-философской науке все это называется, в лучшем случае, как мифо-поэтическая мысль. То есть это когда берутся легенды. Пожалуйста, пожалуйста. Да, как бы, да. Вот это, ну, пожалуйста, да, действительно, это есть, понимаете, часть элементов вот этого язычества, оно потом стало проникать в литературу, ну, яркий пример, слово полку Игореве, к примеру. Это уже христианская эпоха. Да, конечно, это христианская эпоха. Но там, значит, я помню, как когда я учился, значит, мой преподаватель активно занимался словом полку Игореве, что очень интересный момент, как бы, почему, да. А там, значит, в советскую эпоху была такая дискуссия, в которой участвовал, по-моему, чуть ли не Лотман в Тартурской школе и так далее. Она заключалась в том, что слово полку Игореве это христианское ли произведение? Там вот так знак вопроса. Почему? Потому что там, помимо Господа, значит, нашего Иисуса Христа, упоминаются очень немало языческие боги. Ну, можно было бы сказать, что поскольку речь идёт о каких-то там древних временах, есть там двуеверие определённое, то есть, как бы, когда языческие боги смешиваются с христианскими сюжетами. И вот такой Григорий Судин, такой был преподаватель у меня, доцент, он, помню, как-то тоже пытался инициировать эту дискуссию, вот у него был аргумент, он как бы выступал за то, что слово полку Игорева не является христианским, как раз таки сюжетом, по той причине, что там нужно исходить из кульминации произведения, кульминация произведения с его точки зрения, это плач Ярославной определённый. В критический момент Ярославная начинает взывать к высшим силам для того, чтобы как-то помочь своему возлюбленному, вообще, чтобы там что-то как-то спрятать в ситуацию. В этой, собственно говоря, экзистенциальной драме своеобразной, когда она обращается к высшим силам, у неё два варианта, она может обращаться либо к Господу Богу, либо к языческим богам, и она обращается к языческим богам, из этого как бы вот мы как бы преподаватели сделали вид, что в эпоху, как бы когда ещё писался слово полку Игорева, а мы как бы не знаем, ну как бы с этим авторством, это вечная заруба среди филологов происходит, типа кто дописал слово полку Игорева и так далее. Придумали ли его в 18 веке. Да, и придумали ли его в 18 веке, тем не менее, вот этот доступ к языческой культуре, он вот уже где-то там вот на уровне литературы, как бы, да, письменности этой уже возникает. То есть очевидно, что придумали в 18 веке, это, конечно, ужасный удар. Ну, я как-то, я как не специалист по древнерусской именно письменности, да, здесь могу, могу только накидывать некомпетентные, некомпетентные мнения. Вот так же самое с повестью временных лет. Понимаете, тоже огромная беда, потому что там повесть временных лет, оно существует там в нескольких редакциях там совершенно, да, и там как бы есть отдельная проблема ПВЛА называется, то есть проблема повести временных лет, не старая, вот, как историческая, как бы, некоторая, да, поскольку есть несколько редакций, там все время идут, можно сказать, так вот, несколько списков, несколько списков, да, причем только в 1900 году, когда, типа, спасибо лингвистике, ну, как языкознание тогда это называлось, не было никакого языкознания, спасибо языкознанию, выделили несколько лингвистических языковых этих вот пластов, что, оказывается, там, после 7 лет она где-то там подписывалась, дописывалась, в разных вариациях существовало, но вот эти вот письменные какие-то свидетели. То есть доступ к языческому вот этим вот письменности, да, которого как бы он есть, то есть вот тут два пути есть. То есть либо это путь исторический, археологический, то есть взяли, о, откопали берестяную грамоту и начинаем это как в свое время египтологию. Помните, очень поздно ее вообще открыли же, там же пока было уже непонятно, что это вообще такое, арабы вообще не понимали, с чем они имели дело, пока французы и англичане не начали там заниматься, да. Тут тоже с этим гадают, с этим берестяным грамотом, пока ничего историки не нашли непосредственно относящиеся к философской мысли, ну либо с натяжкой это делают, но философ это просто не признает. Говорят, что ну как бы, ну, ну мудрость, она фольклор, ну как бы, ну понятное дело. Пока по уровню того, что делали Фалец Милецкий или там какой-нибудь Гераклит, то есть вот ничего такого пока мы еще не видим. Да, вот видите, грамотность была, значит были школы, значит в школах работали преподаватели. А когда церкви не было, то есть носителями вот местной учености священники не были. То есть когда-то так был какой-то слой ученых людей. А ученый человек носитель знания, носитель любомудрой философии. Да, да. Но вот эта вот та вот дохристианская Русь действительно, она вот просто до нас не дошла. Она очень сильно была переработана, да, очень сильно ее переварили. Потому что здесь, наверное, есть вот помимо, да, есть как бы вот исторический ход, и есть вот такой филологический, я бы сказал бы, конкретно бы я бы его, наверное, охарактеризовал, все-таки лингвистический, поскольку лингвистика там вот опять в 1900 году, я по аналогии с поиск временных лет, да, говорю о том, что лингвисты, они способны выделять так называемые вот эти языковые слои. Определенные, таким образом могут как бы отделить, где что подписали, понаписали. Потому что они полагают, что в разные эпохи люди выражаются очень по-разному, как бы. И там даже в случае, когда идет подделка, ну, допустим, мы к вам говорили про слово полку Игоря, да, вариант, что типа 18 века, там ряд лингвистов сказал, что типа подделать, как бы мы увидим, что это подделка, мы увидим, что это подражание, потому что есть у нас источники датированные, как бы более ранее, мы можем вот, есть подделка, есть оригинал, мы можем видеть, где вот люди подделают. Можно сказать, что любая иная точка зрения в советское время была запрещена. Если кто-то ее пытался высказать, то, ну, его за это, конечно, не привлекали к уголовной ответственности, но положено было, положено было, как бы сказать, обсуждать это секретно, да, то есть его работа издавалась для обсуждения, разоблачения с грифом ДСП для служебного пользования и распространялась по подписке. Вот, то есть, ну, просто другую точку зрения нельзя было развивать открыто. Не, ну, это понятно совершенно. Там были потрясающие вещи, ведь оригинал вот этого слова полку Игореве, он, значит, хранился только у того, кто его нашел, я уже забыл, кто там его нашел-то, вот. И во время московского пожара он не нашел ничего лучше, чем спрятать его у себя в московском доме. Он не вывесил его с собой в эвакуацию, скажем так, по-нашему. А в московском доме он оставил где-то в замурованном тайнике свои ружья, свою какую-то посуду дорогую и слово полку Игореве. А его, значит, прислуга тоже там при доме осталась. И когда, значит, прислуга выпивалась солдатами французскими, солдаты французские стали хвастаться своими ружьями. Да, говорит, разве у вас ружья, вот у нашего барина ружья. Да врешь, а покажи. И они показали. Естественно, там ружья и эти посуды, это, понятное дело, разошлась, а это пропало, дескать. То есть вот так вот обсуждают. Вопрос такой, ну, понятно, ружья, посуда не увезешь. Ну, бумага-то вот эта, что не взял? Это же самое дорогое, что у тебя было. Что бросил там? Что не увез? Или ты просто так сам списал, чтобы тебя не спросили? Давай покажи, давай поисследуем. То есть проверить нельзя. Вот это. Ну, вот, то есть, посмотрите, получается, у нас вот доступ к дохристианской вот этой культуре, он такой очень как бы дискуссионный. А поскольку речь идет у нас вообще о философии, то можно, по крайней мере, точно сказать, что по аналогии с Древней Грецией не получится. Ну, просто, по крайней мере, пока что на данный момент этот как бы вопрос, он очень... Попытки про это говорить очень... Да, это пустые попытки. То есть мы просто жили с какого-то момента, вот к нам пришла она, ученость. А вот, кстати, в этом плане интересен другой момент. Вот в украинской культуре, да, там в украинском языке, в украинской культуре, значит, самые древние сюжеты, они связаны, наверное, уже со временами, так сказать, неприятных контактов с, так сказать, турками, с турецкой империей, с крымскими турками. Вот, и, соответственно, ну, они просто появились уже после того, как Тимур уничтожил Золотую Орду, и на тех землях там уже не было такого страшного хищника, и там можно было селиться. И вот там появились вот эти вот жители тех украинных мест. Вот, и... Ну, и к ним, соответственно, рядом кто был интерес-то проявлял? Польша? С упору России до этих мест не было еще делала. Вот, Польша проявляла интерес, понятно, у этих таким-то чудом оказалась православная культура, православная религия, но Польша, проявляя интерес, так или иначе, заносила туда католическую ученость, латинскую ученость, скажем так. Ну, да. Ну, вот с ней она туда и проникала. Да. Вот Георгий Сковорода, или Григорий Сковорода, он оттуда ученость приобрел? У меня сейчас просто этот... У меня интернет сейчас пропал, я поэтому... А Григорий Сковорода ученость свою из Польши приобрел? А, слушайте, там... Что-то я очень сомневаюсь в этом, честно говоря. Там был ученый? Да нет, ну, смотрю, что мы имеем в виду, как бы, под ученостью. Ну, образование надо было получать. Как его интеллектуальный путь... Ну, то есть, типа, какой интеллектуальный путь он образовался? Вы, как бы, про это, да? Да, где он получал? Где он подхватался знанием? Откуда он все это взял? Да. Ну, а где-то он сформировался. Так, у меня что-то все время... Опять сейчас все время интернет пропадает. Где-то он формировался, где-то он формировался. Вот, не обязательно он потом этих сформированными знаниями подобными ими жил. Вот как у нас, так сказать, диссиденты формировались в условиях марксизма-ленинизма. А у них совсем не марксистское было мышление, тем не менее. Да, то есть, на что-то они опирали. Опирались они на марксизм. Что-то прерывается, да? Я так понял. Да, я... Ну, вот я как-то... Отсутствие выражения лица, я понял, что меня не слышно. Нет, я вот... Я только последний про марксизм-ленинизм, вот... Ну, вот, да, да. Опираясь на марксизм-ленинизм, люди диссидентствовали. Возможно, что опираясь на католическую ученость, будучи при этом православными, они вот ее преломливали, преломляли на вот эту вот такую вот понятную, доступную. Да. Отсюда, кстати, отношение такое у нас к философии было. Зачем она нам нужна? Польза от нее непонятна, а вред возможен, если не очевиден. Ну, у нас, я бы сказал, вообще там к многому можно было применить эту формулировку, когда там... Значит... Что... Там, я бы сказал так, там, польза сомнительна, а вред возможен, там, вот такая была формулировка. Вред возможен, да, поэтому у нас там к тому, что вред возможен, это можно отнести к практически чему угодно, да, в российском государстве обычно все как-то подозревали. К тому, что польза, да, польза в чем? Ну, вот польза то, что приводит к какому-то государственному строительству, ну, наверное, есть. То есть, например, юридические, да, юридическая наука, ну, наверное, да, как бы нужна, потому что... Ну, да, там какие-то технические науки, мореходство, там еще что-нибудь. Да, да, да. А вот я бы сказал так, на самом деле, фундаментальное знание, вот это как бы и сейчас иногда тоже обсуждается фундаментальная какая-нибудь там область математики. Зачем она нужна? Да, потому что, ну, как бы, а что есть вычислительные? Ну, есть прикладные, есть вычислительные там математика. Зачем нам вот в недрой идти? Да, зачем нам выводить все это мат-анализ из каких-то простейших соображений? Что выводить, он у нас, он есть. Ну, или там, ну, или, знаете, споры там о том, что математика, предмет математики, чем он является. Дальше у нас это, ой, да, там какие-то бурбаки, по-моему, утверждали, что это абстрактные структуры, они как-то вот так, по-моему, это назвали, кажется, по-моему, кажется так. То есть, это вот, наверное, с первой четверти XIX века математики занимались тем, что попытались вывести уже существующую математику из каких-то простых соображений. Ну, да, там все эти теории множеств, там, когда попытка была. Да, 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 вот это вот они все доходили, 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 из самых простых соображений, чтобы вывести. Ну, ладно, кстати, по поводу ученства. Там, понимаешь, в таких случаях самый простой вариант такой конвенциональный, да, такой, как у Пуанкаре какой-нибудь. Ну, это вот, то есть, если как-то так, наверное, как-то уже, раз что он интернет-средище пропадает, враги, наверное, просто. Враги философского знания, я вас хорошо слышу, кстати. Да, ну, хорошо, да, значит, враги философского знания, так сказать, вас тролли. Да, 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 меня глушат, глушат меня, значит. Всего вот, я бы, как бы, наверное, на этой прекрасной ноте нафига нам... Я просто еще один кусочек на вентилятор кину, если не возражаю. Давайте, конечно. А там вот какая штука. Вот, насколько я знаю, во времена, ну, Ивана Васильевича Грозного, Бориса Федоровича Годунова, по-моему, даже еще и при их предшественниках возникал вопрос пригласить из Европы специалистов. Нужны были медики там, пушкари, по-нашему сказать, химики, которые занимались порохом. Ну, вот. Ну, тогда химиками. Ну, да. Так вот, говорили, ты поезжай, но выбери, пожалуйста, только не католиков, протестантов зови. И вот поэтому, значит, у нас, помните, немецкая слобода есть в Москве, протестанты, протестанты исключительно вот, чтобы не католиков, а протестанты все-таки так или иначе, они в рамках протеста не только от католического, так сказать, богослужения отрекались, от католической живописи, скульптуры, архитектуры отказывались, и от католического знания, католической философии. То есть к нам с запада приходили люди далекие от философии-то. Потом у них протестантов сформировала своя философия. Что ж, так далекие от философии кто? Протестанты? Да, они же далеки были от философии, от той философии, которая была в Европе, католической Европе. А, нет, от католической-то да, но сами все протестанты все-таки от философии-то не были, так уж я бы не сказал. Ну, от той были далеки. В тот момент это как раз был протест, они еще были в борьбе, все, что там плохо. Выбросим Пушкина с корабля современности, выбросим все католическое, вот все, вот, а, вот, филок, ах, они там Аристотеля изучают на латинском языке. Вон Аристотеля. Ну, я бы сказал, там... Тут твой Мартин Лютер, мы его будем изучать. Ну, это, это да. Ну, там, с другой, у них была другая штука, что можно было зато трактовать, священное писание, как хотим, поэтому там не было вольнодумство такое. Да, но это все-таки, да, ограниченные возможности. Ну, конечно, да. То есть, нет, по-другому, что это, это уже не развитие схоластики, это уже не вот там, не то же самое, вот схолы, да, которая была в Европе, ну, это, это так, это так. Вот, я думаю, враги не хотят, что мы сегодня продолжали беседу. Ну, как-то вообще... Я только вот разошелся, мне покричать, а кто-то повопить. Да я прям, да, я прям думаю, враги, это, в общем, это провайдер, я не знаю, что там у нас сейчас, Роскомнадзор что-нибудь блокирует, меня, меня, меня Роскомнадзор блокирует. Нет, они меня-то, меня блокируют, вы не слышите меня, я-то вас слышу. А, у меня просто пишется, что там низкое соединение интернета у меня. Это у вас, у вас, я вас слышу хорошо. А, ну, в общем... Это для меня ополчился враг. Вот, я думаю... Я в Дубне в гостинице сейчас нахожусь, может, поэту? Да нет, я думаю, что у меня такие проблемы. Все-таки город атомный, мало ли чего. Ну... Мало ли чего этот приехал тут стриженный. Чего он тут забыл-то? Да. Чего он тут приехал? В общем, я думаю, мы продолжим наши, в общем, беседы. Да, я... Ну, пока вот попрощаемся с публикой, внизу есть ссылочки на канал, который, правда, не в Ютубе, а в Телеграме. В Телеграме, да, в Телеграме. В Телеграме, это моего собеседника, канал. Вот, ну, ссылочки есть, идите. Да, ну, а я от себя в очередной раз скажу, что поддержите Бориса Сергеевича всеми донатами, поддержкой, желательно финансовой и материальной. Все деньги мира, все деньги мира найдут у меня приют. Да, да, так сказать, до новых. А ну, что не нужно, присылайте ко мне. Я книги с помойки собираю, котят собираю и деньги тоже. Простите меня. Ну, хорошо. Всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok